На то, чтобы озвучить модель развития Кубани на ближайшие пять лет, у Венемина Кондратьева ушло полтора часа. Рассказанная программа по сути техзадания себе, всей исполнительной власти и законодательной ветви региона. Документ по развитию Краснодарского края, как отметили потом эксперты, составлен в тренде нынешних реалий. Один из самых объемных пунктов в речи Кондратьева про возрождение села, что на волне импортозамещения становится не столько политической, сколько стратегической задачей. Можно без конца призывать селян заниматься овощеводством, растеневодством. Но если мы им не обеспечим гарантированный сбыт продукции, ничем они заниматься не будут. Сегодня их сложно и невозможно интегрировать ни в какие торговые сети. Задача власти – создать те условия для них, чтобы они могли гарантированно сбывать свою сихоподспродукцию. Я не боюсь обернуться к старой системе советской за год контор и попытаться ее отладить на новый лад. Продуктовые элеваторы, куда будет свозиться со всего региона нашего продукция и растеневодство, и овощеводство, и мясное, и молочное. А торговая сеть гарантированно под соглашение будет выбирать все, что находится вот на этом пищевом элеваторе. Тогда мы пытаемся замкнуть этот цикл. По факту предлагается реализовать то, о чем так много говорили. Создать инфраструктуру, которая напрямую соединит производителей сельхозпродукции и торговые сети. Та самая формула – от грядки до прилавка, без посредников, накручивающих ценник. Не проблема вырастить продукцию, но проблема упирается в сбыт. Я воочию видел, как дискуются поля с красной свеклой, как бросаются поля моркови, и только за одного единственного отсутствия рынка сбыта. Я уверен, что если мы выполним ту задачу, которую сегодня ставим перед собой строительство инфраструктуры, 3-4 года нам придется выходить на экспорт нашей продукции, вот именно овощной. То есть сами фермеры рассчитали, что гарантии сбыта от за год контор, пищевых элеваторов, называть их можно по-разному, позволят выращивать столько овощей, что хватит не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Но если сельское хозяйство сейчас пытается идти вверх, то вот сфера ЖКХ в лучшем случае стоит на месте. Статистика от краевых депутатов – две трети всех жалоб на приемах граждан именно на эту отрасль. Много проблем накопило в сфере ЖКХ. Это просто больная отрасль. Здесь срочно нужно наводить порядок, приводить в соответствие соотношение стоимости услуг и их качества. Огромный поток жалоб я получаю именно на коммунальщиков. Нам нужен дополнительный общественный контроль за формированием тарифов на услуги ЖКХ. Коллеги, это задача общая. Если мы не будем к этому процессу привлекать собственно самих себя, а следом за нами к этому процессу придет внимание, вот тогда эти операторы на этом рынке, в том числе и управляющие компании, будут понимать, что они под контролем. Это ручной режим контроля. Народ находится на пределе. Это один из самых основных вопросов, которые мне задавали. В каком бы муниципальном образовании я не был. Речь в данном случае, скорее всего, идет про ухищрения в платежках за жилищно-коммунальные услуги, говорят специалисты. Например, что-нибудь похожее на оплату за дополнительный подогрев горячей воды. Общественный контроль в данном случае выступит как собственная совесть операторов ЖКХ и управляющих компаний. Одно то, что будет общественный контроль и то, что будут проверять все эти и работы, и поступление квитанции, и начисление в этих квитанциях уже обяжет тех, кто нам их приносит, исполнять это все более качественно и более добросовестно. Но есть одна вещь, которая может затормозить все озвученные планы. И Кондратьев сказал о ней открыто, потому что скрывать дальше уже некуда. Не могу не сказать о том, что может помешать решению всех этих задач, что в целом мешает региону развиваться. Это не громкие слова, не громкие заявления. Безусловно, это коррупция. Вы без меня прекрасно понимаете, что она существует в различных формах. Сегодня выдаем за норму то, что не может быть нормой никогда. Не нужны полные карманы гениям. Это все погибель самим себя. Давайте поработаем на родину и на свой любимый край. Но еще до этих слов Кондратьев создает контрольное управление. Практически сразу, когда назначается исполняющим обязанности губернатора. Новая структура подчиняется только главе региона и выявляет случаи коррупции во всей системе исполнительной власти края. Вопрос об уровне коррупции. У нас уровень по ряду направлений зашкаливающий. Это уже стало неприемлемо для населения, для бизнеса, вообще для всех. То, что Венимилович озвучил тему зачистки этих застарелых авгиевых конюшен, это то, что очень давно ждали. Когда можно коррупционера схватить за руку, и что он понесет самое главное – заслуженное наказание, тогда это начнет работать. Приоритетными в Кондратьевской модели развития Кубани значится и промышленный сектор, отдельно говорилось про необходимость строительства индустриальных парков для привлечения инвесторов, и, естественно, социалка, где и ликвидация очередей в детские сады до 2016 года, и невозможность оптимизации медицинских учреждений без согласования с общественностью. И как раз эта мысль общественного контроля прослеживается практически во всей программе развития региона, авторство в которой, судя по всему, Венимин Кондратьев готов разделить с жителями Кубани. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.